Юрий Бездудный избран губернатором Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято 13 сентября на сессии окружного собрания депутатов. Главу региона парламентарии выбирали открытым голосованием. Срок его полномочий – 5 лет. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, губернатор Ненецкого автономного округа избирается депутатами собрания депутатов открытым голосованием. Президент России внес на рассмотрение в собрание три кандидатуры. По поручению главы государства обращение на заседание и сессии озвучил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Представляю следующих кандидатов. Бездудный Юрий Васильевич, временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого автономного облака. Пинаев Игорь Николаевич, директор государственного казенного учреждения Архангельской области, дорожное агентство Архангельск-Автодор. Смаченков Андрей Владимирович, депутат собрания депутатов Нинецкого автономного облака на профессиональной основе. В окружном законе номер 400 ОЗ предусмотрена процедура избрания губернатора депутатами собрания Нинецкого округа. Согласно нормам этого закона, избрание губернатора округа осуществляется открытым голосованием путем подачи голосом «за» не более чем за одного из представленных кандидатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов 10 и более. Уточняю, каждый депутат голосует только за и только за одного кандидата. Голосование против и воздержался не проводится. Единый день голосования 13 сентября на заседании сессии регионального парламента присутствовали 16 из 19 депутатов. Трое отсутствовали по объективным причинам. Один из отсутствующих депутатов высказал свое волеизъявление в письменном виде и отдал свой голос за временно исполняющего обязанности. По итогам голосования за Юрия Бездудного проголосовали 14 депутатов, за Андрея Смыченкова – 2. Игорь Пинаев не получил ни одного голоса. Выборы признаны состоявшимися. По итогам открытого голосования большинством голосов от установленного числа депутатов 14 голосов губернатор Нейского автономного округа сроком на 5 лет избран Бездудный Юрий Васильевич. К сожалению, по техническим причинам из-за отсутствия сигнала с передвижной телевизионной станции на пульт АСБ телеканал «Север» не смог осуществить прямую трансляцию сессии собраний депутатов. В записи заседание сессии было показано в эфире в полном объеме днем 13 сентября. Запись сессии также была размещена на интернет-ресурсах Ненецкой телерадиовещательной компании. Напомним, что Юрий Бездудный был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа указом президента 2 апреля 2020 года. До этого он исполнял обязанности заместителя главы региона. В последующие пять лет после принятия присяги Юрий Бездудный будет возглавлять субъект Российской Федерации. Я уверен, что такой уровень взаимодействия, который уже достигнут, мы сохраним и будем работать вместе на благо нашего округа. Спасибо вам за доверие. Я постараюсь его оправдать. Округ должен поступательно развиваться. Для этого есть необходимые условия? Да, есть. Есть люди, которые способны решать постоянные задачи. Есть органы власти, которые работают достаточно эффективно. Есть программа действий, которая вписывается и в программу всей нашей страны. Есть и трудности, которые мы также видим. И о них мы тоже открыто говорим. Самое главное, конечно, для жителей, для того, чтобы вся та социальная программа, которая у нас принята, она выполнялась и в дальнейшем, в полном объеме. Нам, депутатскому корпусу, общественникам Ненецкого автономного округа, хочу напомнить о том, что наша роль заключается не только в том, чтобы указать, где болит, где у нас проблемные моменты в округе, но в том числе мы должны предлагать пути их решения. И не просто описывая порядок каких-то действий, но в том числе и просчитывая финансовые риски, социальные риски. Ну, в первую очередь, что мы пожелали нашему новой южной губернатору, это пересмотреть систему управления. Та система управления, которая существует, говорит о крайне его неэффективной работе. Это подтверждает в том числе провалы в реализации нацпроектов, особенно в строительной сфере. Это неведенные квадратные метры жилья, дороги, ну и объекты социальной сферы. Вот это первое. И второе, что мы пожелали, чтобы укомплектование кадров происходило из числа наших специалистов, проживающих здесь. По окончании сессии в администрации округа состоялась рабочая встреча избранного губернатора Ненецкого автономного округа с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, в ходе которой стороны обсудили первоочередные задачи, стоящие перед органами власти региона. Сразу после нее состоялась торжественная церемония вступления губернатора Ненецкого округа в должность. Вступая в должность губернатора Ненецкого автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации. Вступая в должность, глава региона принес присягу на верность государству и Ненецкому автономному округу его жителям. Вступая в должность губернатора, я всерьез осознаю, какую огромную ответственность взял перед каждым из вас. На инаугурации присутствовали представители федеральной и региональной власти, верхний и нижний палат, федерального собрания, духовенство и общественность. После окончания торжественной церемонии глава региона выполнил свой гражданский долг на избирательном участке в старом здании третьей школы, где принял участие в голосовании на выборах губернатора Архангельской области. Затем ответил на вопросы представителей региональных средств массовой информации. Для меня такой сегодня волнительный день, и я, признаться, был удивлен даже несколько теми словами, которые говорили депутаты. Понимаю, что это большой очень кредит доверия, и понимаю, что взял на себя огромную ответственность и перед депутатами, и перед жителями, и перед всем округом. Теперь, что касается первоочевидных задач, ну, они абсолютно очевидны. Главная задача, которую я вижу перед собой как губернатором, это развитие Ненецкого автономного округа. И в первую очередь повышение качества жизни тех, кто здесь живет, жителей округа. Это и строительство школы в Искателях, в Нельминосе. Это завершение строительства дороги Усинской. Это расширение окружной больницы, пристройка к окружной больнице и инфекционное отделение. Это переселение из ветхого аварийного фонда. И все эти задачи, все эти задачи, они стоят не только передо мной, а перед нами. Передо мной, перед администрацией, перед депутатами, перед федеральными органами. И только вместе мы сможем решить эти масштабные задачи. Я уверен, что у нас все получится. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север.